7 апреля на военно-морской базе Балтийск вышел устроен малый ракетный корабль «Серпухов». Как стало известно, это была украинская спецоперация «Рыбалка». В ней был задействован бывший боец Балтийского военного флота РФ, который ранее начал сотрудничать с Легионом Свободы России. В результате проведенной диверсии удалось изнутри разрушить помещение корабля и полностью уничтожить средства связи и автоматизации. Дальше подъявлена операция в Балтийском флоте. Первая подобная операция в Балтийском флоте для врага стала настоящим шоком и неожиданностью. После операции, значительное расследование, перестановки, наказание внутри Балтийского флота, ФСБ свирепствовало и понятно, что определенные головы там полетели. Это еще один успешный шаг Легиона Свободы России и государственного проекта «Хочу жить». И это показывает, что россияне готовы бороться внутри страны против путинского режима. При этом безопасный выход рекрута ГОГа был, безусловно, сложной отдельной операцией, как его пребывание в Украине. На момент полномасштабного вторжения России в Украину, россиянин с позывным ГОГа проходил службу на корабле «Серпухов». Он выступал против вторжения России в Украину, пытался убедить экипаж корабля, что война бессмысленна и не нужно в Украине никого освобождать. Но ничего не вышло, и впоследствии матрос написал рапорт на увольнение, который отклонили. В прокуратуре он узнал, что на него писали доносы за высказывания против Путина и войны, и открыли административное дело. В 2023 ГОГа решил присоединиться к Легиону Свободы России. Оказалось, что мне подходят диверсионные операции, и в определенный час, в определенное время я произвел поджог помещения на корабле, забрал с собой секретные документы подготовленные и покинул корабль. Будучи действующим военнослужащим Балтийского флота с допуском к гостайне, ГОГа долгое время предоставлял Легиону Свободы России важную информацию. Когда же последующая работа в интересах сил сопротивления стала слишком опасной для жизни россиянина, его вывели из Калининградской области. В этом уже участвовали специалисты проекта «Хочу жить». В проект обращаются не только военные, которые хотят сдаться в плен и пересидеть войну, и живыми вернуться домой, но и те россияне, которые хотят присоединиться к Легиону Свободы России, русскому добровольческому корпусу, сибирскому батальону, и уже с оружием в руках освобождать Украину от оккупантов, а также бороться против российского режима. По статистике, почти за два года мы провели более 300 успешных операций, также примерно 36 тысяч обращений на каналы проекта «Хочу жить». Имеем приблизительно 50 миллионов посещений нашего сайта. Из них примерно 48 миллионов посещений из Российской Федерации. Почти одна тысяча операций сейчас находится в горячей фазе. «Хочу жить» — украинский проект координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Он создан для военнослужащих РФ и Беларуси, которые хотят добровольно сдаться в плен. Для этого нужно лишь зайти на сайт проекта и связаться со специалистом через специальный чат-бот в Телеграме или же по номеру телефона, который указан на сайте. Никита Скобликов для телеканала «Фридом».